Всем привет, с вами Ивол. Сидя за монтажом очередного ролика, я подумал, а почему бы не рассказать подписчикам о моих дальнейших планах и какой контент будет на канале в ближайшее время. Начал записывать видео еще в 2013 году, но это было так для себя, для внутреннего пользования, геймплей и прочее дерьмо для узкого круга лиц. А серьезно начал заниматься с выходом Destiny 2. Даже сейчас в ру-сегменте создателей контента можно на пальцах пересчитать. Адаптировать PvE контент с английского языка это вообще изи. Я же в свою очередь выбрал PvP направление, так как тогда PvP геймплей, который я видел в Destiny 1 мне показался интересным. Но если вы играете в Destiny 2 с релиза, то думаю знаете, каким оно было. Каждый раз, когда я завершал снимать PvP футаж для ролика, я был зол, раздражен и одна мысль была в голове. Когда же вы пофиксите это дерьмо? У меня есть видео на канале, как Банжи убили PvP комьюнити. И там четко показано мое состояние и отношение к этой игре. После этого я дропнул D2 и переключился на другие форматы. Дело шло к сентябрю. Хоть я и был скептически настроен, но мне все чаще скидывали видео и говорили, чтобы я попробовал новое PvP. Что большинство проблем, которые меня раздражали, их пофиксили. Уже после релиза я глянул пару видео про экзоты, пару матчей рукастых игроков с новой системой вооружения и любопытство взяло свое. Я купил дополнение. Если проводить аналогию, то на релизе эта игра напоминала бету BF5, но только через год подвезли исправления и изменения, которые были необходимы игре, чтобы она стала играбельной. На мое удивление новые экзоты и изменения в PvP мне зашли. Я сделал пару видео на эту тематику и, насколько я могу судить, контент пользуется большим спросом, чем мои другие видео. Но на данный момент я не собираюсь сделать Destiny моим основным контентом, даже с учетом того, что мне сейчас фаново зайти в PvP. Если что-то выпадет интересное, про что можно рассказать, то почему бы и нет. Но гриндить каждый день у меня нет пока ни сил, ни времени. Пока я отдыхал от Destiny, я искал замену шутеров, в которые я буду играть. Была быстрая остановка на BF1, но херовый дизайн карт и баланс между классами превратил эту игру в снайперскую драчильню. Долго я в этой игре не задержался. Как раз в это время прошла презентация мультиплеера Black Ops 4 и неоднозначный ролик BF5. Что касается BF5, то после бета я для себя решил, пока BF не предоставит то количество возможностей и контента, что было в BF4, то делать в этой игре нечего. Но если говорить про презентацию мультиплеера BF4, то я остался впечатлен увиденным. И то, что ПК-версия наконец-то будет нормальной. Захотелось наверстать и пройти все части, что выходили после MV3, с чем я успешно справился. Поиграл в мультиплеер живых частей, таких как BO2, BO3 и VV2. После полученного опыта в голове появились свои мысли, которыми я хотел поделиться и я сделал несколько роликов. Как результат, я познакомился с Теодором, Радиатором, Клевером, Киломолом и другими интересными людьми. После тестирования бета и мультиплеера BO4 я понял, что однозначно буду играть в эту игру, делать по ней контент, а также собирать клан для соревновательного ПВП, так как игра стала командной и в ней есть куда расти. Так что если ищите команду, с кем можно поиграть на ПК, то я всегда рад. После слива BF5 и не оправдавшихся надежд, еще один интересный продукт появился на рынке. Это VV3. Это то, что я ждал от BF5. Ну, вы сами знаете. Ранний доступ будет в октябре, но я пока не знаю, как это будет совмещаться с BO4. Но у меня также есть планы на эту игру. В результате спектр моих интересов расширился. Мне не хочется делать канал по одной игре, так как это прямой путь загнать себя в тупик. Так как если франшиза, на которой построен канал, будет не в самом лучшем состоянии, то приходится делать видео, которые поднимут общий настрой, мол, не все так плохо. Или делать видео по другому проекту и ловить коммент в стиле «я не на это подписывался». В первом случае в тебе видят фанбоя, который не хочет видеть явных проблем. А во втором крысу, которая бежит с тонущего корабля. Ну как ни крути, это два стула. Поэтому я изначально разветвляюсь, чтобы в дальнейшем избежать этой проблемы. И позиционирую свой канал, как канал о пвп-шутерах. Вот и все, что я хотел рассказать в этом видео. С вами был Ивол. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok